Ну, от таких красивых тем переходим к другим темам, поговорим об успешном. И, наверное, отличительная черта любого успешного проекта – это его постоянное развитие. Эти слова можно абсолютно точно отнести к проекту, который уже более пяти лет существует в Молдове, речь о клубе молодых бизнесменов. И, ну, я не сомневаюсь, что все зрители слышали об этом клубе, многие становились участниками различных мероприятий. И сегодня мы будем говорить как раз о новой ступени развития, о создании проекта под названием «КМБ-премиум». И по этому поводу у нас сегодня в гостях основатель клуба предпринимателей «КМБ-премиум» Амир Ройтман. Доброе утро, Амир. Доброе утро. Также у нас в гостях директор по маркетингу клуба молодых бизнесменов Алекс Фишер. Доброе утро. Доброе утро. Давайте, вот я уже озвучила это «КМБ-премиум». Что собой будет представлять этот проект? Потому что клуб молодых бизнесменов, это уже мы все слышали. «КМБ-премиум». Да. Более пяти лет мы организовывали ивенты на бизнес-тематику не только. К нам приезжали разные звезды. Это Радислав Гондопас, Ирина Хакамада, Ксения Собчак. Мы организовывали мероприятие для всех. Не важно, ты являешься бизнесменом, руководителем, менеджером, домохозяйкой, студентом. Ты можешь свободно прийти, посетить мероприятия, получить полезные знания, связи, контакты и атмосферу. И мы подумали, что есть же все-таки части аудитории, уже состоявшихся бизнесменов, у которых другие интересы. Им хочется, понятно, поговорить с теми, кто уже тоже достиг определенных вершин. И поделиться не только опытом, но, возможно, даже взаимодействовать и быть партнерами. А может быть, инвесторами в каких-то проектах. И поэтому пришла идея создать новое сообщество предпринимателей под названием КМБ Премиум. В этот клуб может попасть только предприниматель, либо руководитель компании. Ну, то есть, я правильно понимаю, основная отличительная черта – это профессиональный уровень. Да, то есть, это уже некий новый формат, в который может попасть уже только состоявшийся предприниматель, либо руководитель компании, где уже несколько лет ведется деятельность и успешно. Был создан клуб, потому что почувствовали, что есть потребность. То есть, вот есть потребность в этом обособленном, да? Да, конечно. Вот, допустим, любой предприниматель, он всегда в поисках чего-то нового. Новых проектов, возможно, новых партнеров, инвесторов, а, возможно, даже идей. И как раз вот в нашем клубе сейчас состоят бизнесмены и руководители компании, у которых цель основная – это масштабировать свой бизнес, а также создавать какие-то новые интересные проекты. Поэтому в этом клубе не только бизнесмены, но и инвесторы, партнеры, руководители, которые готовы также к новым идеям и также развивать свой бизнес, но делать его еще более масштабным. Вот если, ну, уже начали вы говорить о том, кто может попасть вот в этот клуб КМБ Премиум, может быть какие-то еще моменты, да, то есть какие должны быть, даже не знаю, как это назвать, ну, то есть пункты, которым должен соответствовать человек, который попадет сюда, в КМБ Премиум. Да, значит, попасть может бизнесмен, состоявшийся, человек, который уже имеет свой проект несколько лет, успешно, и у него есть интересы развиваться также к новым интересным, полезным знакомствам. Он должен быть обязательно либо собственной компанией, либо руководителем. То есть в этот клуб не попадет менеджер среднего звена, либо человек, который еще не имеет свой бизнес. Понятно. Ну, вот в таком случае, да, то есть если, то есть кому не приходить в этот клуб, то, да, то есть это, наверное, люди, которые, как раз, не ищут всего того, что только что было названо. Либо те, которые не планируют иметь свой бизнес, либо не планируют развиваться, и им достаточно того, что они имеют. Те члены клуба, которые сейчас уже действующие в нашем клубе, это те, которые заинтересованы не только в своем развитии, ими интересны новые какие-то проекты, потому что в нашем клубе ты можешь найти и партнеров, и инвесторов, и, возможно, крупных клиентов, потому что любой бизнесмен, он потенциальный клиент другого бизнесмена, в зависимости от того, чем он занимается. А сферы деятельности бизнесменов, которые уже в нашем клубе, это абсолютно разные. Это может быть аграрный бизнес, это может быть производство, это может быть консалтинг, это может быть практически, ну, все сферы, которые есть в нашей стране, я думаю, такие бизнесмены у нас есть, задействованы уже. Ну, то есть, по сути, никаких ограничений нет. Абсолютно. Я вот хочу все-таки Алекса тоже подключить к нашему диалогу. В поисках чего, ну, то есть, может быть, какая отдача будет, да, то есть, вот человек, вот он бизнесмен, да, то есть, у него есть определенный уровень знаний, определенный уровень развития, какие-то определенные планы. Что он получит в КМБ премию того, что не получит вне, вне клуба? Вне клуба КМБ или вообще вне КМБ? Да, 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 ну, то есть, вне вот этого сообщества. Посмотрите, у каждого предпринимателя появляются когда-то некоторые задачи, которые он ищет, как может он решить. Он может получить эти знания где-то в интернете, попытаться поэкспериментировать на своей компании, но чем крупнее бизнес, тем, может быть, дороже ему стоит вот этот вот новый эксперимент или... Ну, то есть, путь проб и ошибок, да, не исключен? Да, проб и ошибок. Но чем замечательен клуб КМБ премиум, в том, что предприниматели делятся своим опытом, не знаниями, а своим опытом, который был уже успешно применен в Молдавии, на реалиях молдавского рынка. И этот опыт гораздо ценнее, гораздо дороже, чем любые знания, которые человек может найти в интернете. Если говорить это все ведь не только на словах, потому что у вас уже был этап, то есть уже состоялась первая встреча, да, такого клуба? Вот расскажите об этом. Да, у нас первая встреча состоялась в Одессе. То есть, помимо того, что клуб молодых бензменов уже более пяти лет в Молдавии развивается, уже около двух лет он функционирует в Одессе, в Украине. И первое мероприятие состоялось как раз в Одессе, закрытого клуба. Потом у нас в Кишиневе месяц назад, и вот скоро будет уже следующая встреча, вторая. То есть уже будет... Да, вторая в Молдове, и уже две состояли, да, четыре уже, две уже состоялись в Украине. То есть у нас предприниматели не только из Молдовы, но также из Украины. И вообще в перспективах у нас открыт также клуб в Румынии. То есть у нас это международный закрытый клуб для бизнесменов и руководителей компаний. Соответственно, человек, который приходит, он не только знакомится с предпринимателями из Молдовы, он также знакомится с предпринимателями из Украины, из России, из Румынии. Потому что многие бизнесмены, они не только в Молдове работают, но также у них бизнесы работают и в Румынии, и в Украине, и в России, и в других странах. Ну, то есть все гораздо шире. Да, конечно. И получается, когда у нас произошла первая встреча, люди удивились тому, насколько полезно и интересно бывает в одном месте встретить более 40 действующих предпринимателей и руководителей, с которыми ты в одном месте можешь пообщаться. Обычно ты когда встречаешься с кем-то, ну, там, два-три человека, может быть, а здесь 40 человек, и с каждым ты можешь пообщаться. Потому что цель клуба как раз перезнакомить всех участников, позволить им поделиться не только своими знаниями, опытом, а также наладить какие-то деловые контакты. И, возможно, в перспективе уже вне клуба создавать какие-то бизнес-проекты, помогать друг друга, поддерживать, а, возможно, даже и продвигать. Ну, фидбэк какой уже получали от этих встреч, которые уже состоялись, уже предыдущих? Ну, людям очень понравилось, они ждут следующей встречи, которая скоро состоится. Также у нас уже есть прецедент, когда два предпринимателя уже наладили деловые связи, и они друг друга продвигают. То есть это касается одного ресторатора, который договорился с другой компанией, которым будет поставлять один продукт. А, ну, то есть уже... Не буду называть какой? Ну, хорошо. Сделка была. Да, сделка уже произошла. Соответственно, мы видим результат, и мы очень довольны тем, что уже на первом мероприятии наши граждане спохватились и поняли, в чем суть, и как можно себя продвигать. Потому что есть много способов, как можно продвигать свою компанию. Это, понятное дело, используя интернет-маркетинг, это, понятно, существуют оффлайн различные способы продвижения, но также есть возможность нетворкинга, где ты, пообщавшись с человеком, ты можешь уже ему предложить свой товар, а так как он тебе доверяет, ну, что клуб – это некая такая доверительная система, в которую ты, войдя, ты можешь понимать, что, ну, вот этот живой человек, с которым ты можешь пообщаться, и он тебе не обманет. Почему? Потому что он в клубе, потому что мы ему доверяем, потому что он не просто так сюда попал. Ну, информация не абстрактная, а абсолютно конкретная, абсолютно основанная на опыте. Конечно. Я могу рассказать, какой разговор я слышал за одним столом. Да, это же интересно. Два предпринимателя, и один говорит, ребят, у него там сеть общепита, и он говорит, я не знаю, как удерживать людей. То есть я не знаю, как привлечь людей, я не знаю, как удерживать их на месте, потому что большая текучка кадров. А это большая проблема, в принципе, для Молдавии. Кадры уходят. И за столом был другой ресторатор, который на протяжении больше 9 лет нормально работает с определенным кругом людей, с определенными исполнителями. Соответственно, этот ресторатор просто выложил, смотри, вот для того, чтобы люди не уходили, я делаю действия 1, 2, 3, 4, 5. Я их мотивирую так, так, так. И у этого было удивление, потому что он где-то слышал примерно, но не верил, что такой подход может работать в Молдавии. И вот он пошел уже, наверное, я надеюсь, мы узнаем фидбэк на этой встрече, что он внедрил новую систему мотивации своего персонала и обучение нового персонала. И это работает. Я тебе технически объясню, как это происходит. У нас встреча проходит раз в месяц. Мы собираемся сейчас в Рейдисоне. Там у нас получается формат круглых столов. По 10 человек участники общаются в формате не только нетворкинга и взаимодействия, им дается задание. То есть в такой игровой форме, когда человек делится своим опытом и проблемами, которыми он сталкивается в бизнесе. И в формате мозгового штурма каждый участник может поделиться своим опытом. И ты, как человек, который занимается бизнесом, слышишь от другого бизнесмена, который тоже занимается в этой же сфере, какой-то новый опыт, который ты еще не получил. Ну, то есть речь не о какой-то там лекции, а о постоянном интерактиве и постоянном обмене. На выходе ты получаешь контакты полезные, ты получаешь опыт чужой, который ты можешь применить у себя. Плюс ты можешь свой бренд, свой продукт, грубо говоря, продать на месте и получить крупного клиента, потому что все эти действующие люди — это предприниматели, руководители компаний. Также ты можешь с кем-то взаимодействовать, ну вот в плане инвестор и какой-то там бизнес. Ну, допустим, у тебя есть проект, ты хочешь его еще больше расширить, а тут как раз у человека, у которого есть свободные деньги, ему было бы интересно инвестировать. И тут получается вот столько полезных вещей. Тема объемная, можем говорить. Долгое время ограничено. Подводя итоги, какие-то, может быть, контактные данные, вот кому это станет интересно, наверняка есть страница в соцсетях, наверняка есть сайт, вот где информация. Конечно, есть сайт кмбпремиум.мд, также в социальных сетях можно меня легко найти, Ами Ройтман мне написать, кто хочет вступить в клуб, потому что, чтобы попасть в клуб, ты обязательно должен пройти собеседование, собеседование со мной либо с руководителем клуба. Также ты можешь найти нас, ну, достаточно очень много информации на нашем сайте кмб.мд, также есть в социальных сетях наша страница кмб.клуб. То есть нас достаточно много, и вы можете везде связаться с нами написать. Хорошо, спасибо большое, что пришли сегодня утром, поделились такой интересной информацией с нашими телезрителями. Мы сейчас на рекламу прерываемся, программа «Утронный тест» продолжается.